В ходе своей рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Вячеслав Шпорт посетил одну из старейших поликлиник города. Без дополнительных капиталовложений там нашли способ реанимировать службу первичной медицинской помощи населению. Не потеряй пациента. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витьков в беседе с губернатором фактически провозглашает новый лозунг, на работу с которым сейчас нацелена вся система здравоохранения в регионе. Амбулатория при седьмой больнице города юности старается быть в тренде. Вечную очередь к специалистам здесь побеждают при помощи компьютерной системы «Медиалог». Сведение вот этих ношеств, введение координаторов, электронной записи, предварительной записи, как бы проблема, это разрешается. И как подтверждение тому, действительно полупустые коридоры поликлиники. Очередь стала намного меньше, намного меньше. Практически мы в очереди не сидим, поэтому на прием мы готовимся заранее, чтобы подойти к приему подготовленными, со всеми документами, которые нужны врачам. Здесь обслуживаются 34 тысячи человек, практически каждый седьмой комсомольчанин. При этом на 23 участка пока лишь 8 терапевтов. К решению кадрового вопроса подключается не только Краевой Минздрав, но и администрация города юности. Конечно, люди не чужие, они у нас работают, и мы, конечно, оказываем учащическую поддержку. В первую очередь, это при необходимости, когда приезжают новые специалисты, необходимость жилья. Мы осмотрим варианты, предоставляем жилье по социальному дайму. В прошлом году молодым врачам было выделено 10 квартир. Еще 5 уже в этом. Не остается без внимания и физическое состояние лечебных учреждений. Многие, как седьмая поликлиника, построены больше полувека назад. Понятно, что чиновники реагируют, понятно, что работники здравоохранения наконец-то понимают, что это необходимо для жителей. Но реагируют жители, жители довольны сегодня. Глава региона намерен продолжить свои проверки состояния дел в сфере оказания первичной медицинской помощи населению края. Ольга Шабалина, Константин Крутиков из Комсомольска на Амуре. Специально для программы Вести Хабаровск.